всем привет дорогие друзья с вами уберзольт и это очередная у нас серия по f1 2020 в режиме моя команда сегодня будем гоняться в сочи что хотел сказать сразу beeline это просто ужасный провайдер для домашнего интернета я хотел записать стрим естественно все обломалось и как бы времени у меня сегодня немножко мало вот и пришлось опять делать видос на рендеринг будет вечный поэтому не знак на это видео я смогу выложить что еще могу сказать просто в таком режиме как сейчас вы видите картинку в основном будет все потому что гонка такая себе гонка короткая 25 процентов видео самое очень интересное у меня получилось записать и что там 27 минут я в шоке я видос когда вот прям с подходом делаю он получается меньше и так вот здесь я ухожу на свой быстрый круг сразу не отходя от кассы сразу мы прем вперед домашний для нас этап забыл я ливри блин ливрею сменить и прошлый раз поэтому придется ехать короче с ангросизмом ну и вообще по ходу этой гонки я решил то что буду менять себе ливрею на следующий сезон будет она бело-сине-зеленая цвета хабаровского края да 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 хочу то собственно быстрых кругов будет два потому что тут будет видно где ошибался на втором и в принципе смогу каждом секторе улучшится и это и будет результатом моей позиции до к по традиции уже я на медиуме вышел вторую часть квалификации там еле-еле кстати и здесь благодаря тому лишь что смогу собрать именно со второй попытки все сектора думаю я взял полный потом потому что на втором круге у меня будет очень хорошее улучшение относительно моего первого времени поэтому собственно сейчас заканчивается практически уже первый круг и вот тут буду сейчас как раз таки допущены мной ошибки в последних поворотах из-за которых я потом решил сразу на вторую попытку пойти обычно я ну одно все заканчивается это специальные шины как бы там каплика не хватало уже не именно тютя в тютя вот я ошибся и здесь последний повороте прям ужасный выход медленный не я думаю надо улучшать да буду здесь короче переть освобождение Продолжение следует... Да, мы первый круг, у меня опять какой-то ключ со связью прошел, и второй уже, в принципе, середина круга у нас идет. Чем я там прервался? Я не буду много перезаписывать, потому что у меня время очень ограничено, мне еще надо на весь видос наложить звук, зарендерить, поставить на рендеринг, хотя бы поставить просто. Это будет, потому что делается очень-очень долго. А когда я это загружу, скорее всего, уже завтра. Ну, по хабаровскому времени это будет завтра. Хотел успеть перед реальной гонкой F1. Вот видите, у меня там все красный моргает, это значит мало топлива, там надо на ремонт. А, и все сессии квалификационные я проходил, тренировки точнее я прошел, и все их прошел, вот видите, улучшением. Короче, все тренировки я прошел неплохо. Итак, мы уже перемещаемся на саму гонку. Не успел, да я сказать, погнали. Ну, как-то криво, коряво все, может вообще не заморачиваться, нахер это не выкладывать. Не знаю. Настроение у меня, интернет подпортил. Я думаю, со стримом, если бы все со скоростью интернета было хорошо, было бы все замечательно просто. Итак, как вы понимаете, все через довольно-таки одно место. Интернет очень слабый, у меня даже видосы по рестлингу, они не могут загрузиться. А по рестлингу коротенькие. Сука, бесит, билая. Да. Не знаю, где поднять нежадное оборудование, надо на стримах вроде как, но стримы не получаются. Из-за слабого интернета. Там что-то про Anthony Davis, она говорит. Итак, сейчас результаты квалификации вы видите на своих экранах. Я очень был удивлен насчет одного чувака. Который в реально Формуле 1 просто уже... Ну, кстати, текстуры не прогружены. Настолько охерел он в реальной Формуле 1, настолько ему пофигу на все. И он все такой быстрый, на лучшей машине, что здесь, короче, я даже удивлен был, где он. Итак, пол позиции, естественно, у меня. Я, кстати, не говорил в этом видео. На этапе в Италию после статуса процента гонки мы стали чемпионами. Да, я второй титул взял. Но я не на самом сложном уровне, естественно, когда я уже говорил об этом. Так, и результаты квалификации. Видите, вот смотрите, Квад 9, Рассел 10. Далее, Льюис Хэмилтон лишь 13. Если с Лэнсом Строллом, то на 7-м ряду будет стартовать. 7-го ряда. И, собственно, остальных результатов вы видите. Так, сейчас будем переходить непосредственно уже сразу к гонке. 13 кругов у нас. Гонка 25%. Посмотрим мы, когда что у нас здесь получится. Старту я, да, пробуксовочка есть. Тай заблокировать сайенс, заблокирую там едва ли не до контакта. Я отъезжаю там Перес, смотрю, неплохо очень стартовал Серега. Там Ботас, Леклер, борьба у него Переса с двумя Феррари. И вот здесь я что-то перетормозил сильно. И с Саинсом у меня был контакт, там даже обломок отлетел. Я тогда не понял, чья машина. Но с убегу вперед скажу, это от болида Карлса, от переднего антикрыла. Отлетел за крылок. И я как бы гонку ему испортил. И тем самым Перес выиграл сражение у Ботаса и Леклера. И, по сути, в этой гонке больше ничего интересного не произойдет. Вообще, она настолько скучная. Я ехал, я думал, нахер мне это записывать вообще. И, кстати, вот сейчас с монтажей, может быть, я... У меня на 20 минут просто вот моих покатушек. Я не знаю, это кому-то надо или нет. Это будет это смотреть. В принципе, о чем говорить. Мой канал мало кто смотрит. Подписывайтесь, пожалуйста. Мне будет о чем поговорить. Я могу, да, про Формулу-1 рассказать, но ее тоже никто не смотрит. Это печально, это плохо. И никакого роста на канале нет. Ни числа подписчиков, вообще ничего. Естественно, мотивация у меня падает. Выпускать всякие ролики. И говорить в одного на записи роликов, это тоже, знаете, такое себе занятие. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, лайки ставьте, пишите комментарии. Это очень-очень важно. То есть, по сути дела, без подписчиков, без зрителей, канал нафиг не нужен. Он не будет существовать. Итак, здесь я первый круг заканчиваю. Естественно, лучшее у меня время. И там Карл Сайнц бокса свернул. Да, поехал менять крыло все-таки, наверное. Но сдержал, кстати. Он первый круг сдерживал всех. И если бы ему это удалось дальше, я не знаю, может быть, он смог бы нормально приехать. Но на самом деле, там у Сайнца будет другая проблема, и об этом позже. А пока можете просто посмотреть, как я вот еще тут пару кружочков прокачусь. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Да, вот тут, вот вам видно, деталь у него отлетела. Перес отлично стартовал. И вот, кстати, тут сход будет у Карлоса. Буквально на... Не помню, на каком круге. Ну, это было... Короче, до еще волны пидстопа. Во-первых, то на трех кругах. Сайенс ехал к последним. И в итоге все равно сошел. Здесь дальше повтор. Тут всю гонку я ехал. Один вот этот черно-белый мой болид с двух сторон покрашенный. Так, и это уже, как я понимаю, повтор финиша. А, нет, это еще не финиш. Ну, просто тут, кроме вот этих вот пары таких красивых внешних камер, ничего нет. Здесь я временно вышедшего Джовинаци догонял после своего пидстопа. Он на второе место временно вышел. А он на первое. Но, кстати, круг этот я закончил раньше, чем они. Поэтому лидерство, по идее, я не потерял. По именно результату каждого круга. Да, вот тут как раз опередил окона. Он там медленно заезжал в боксы в этом месте. И, на самом деле, это уже финиш нам показывают. А вот это тот момент, когда Тарлос встанет. А что это, по-моему, круг? Да, шестой круг. Я еще думал, что... Я стартовал на медиуме. Мне говорят, заезжай после пятого, чувак. Ну, софт. Я такой думаю, не, у меня по задаче надо один из кругов пролидировать. Я поэтому на трассе остался. И думаю, если я заеду раньше, ну, честно, лидерство потеряю. Пока я там всех догонюсь. И через трафик еще крыло сломаю по-любому. Я же психованный в этом плане. Флэшбэки. Потом обрезать это все. Чтобы вы думали, что я еду нормально. Ну, точнее, чтобы это красиво картинка выглядела. Я говорил, что я юзаю флэшбэки. И на стримах это видно. Так вот. Я тут подумал. Если будет длинный у нас режим автомобиля безопасности, вот на этом, на шестом круге я бы заехал. Потому что софтов, в принципе, на 8 кругов, там на 9 даже хватает. Так он, кстати, ехал 9 кругов. С Деври, саму с Джовинацией. Они пересидели всех. Но толку от этого не было. Да, тут еще... Вот, тут еще желтые флаги. Хотя режим автомобильного виртуальной безопасности уже снят. Да, сейчас казалось как обезьяна. Ничего страшного. Итак. В общем, тут два круга еще будет. Просто у меня трюп, кстати, был стабильным. Как Саймс на первом круге придержал Переса и компанию. Так же он плюс-минус там 3 секунды был. Ну, вот здесь начал расти после виртуального ухода... Виртуальной машины... Виртуальном автомобиле безопасности. Но все равно далеко от 3 секунд я от них не отъезжал. То есть и шины у них работали. И я отъезжал, когда я ошибался. Может быть, тут и можно было отъехать. Ну, главное я сделал. Я сохранил отрыв на медиуме. И знал, что у меня софт. И на нем надо будет ехать всего 5 кругов. И как бы... Там грех просто не жать. Максимум не выжимать из болида. Тем более запчасти у нас позволяют все. И, собственно, можете посмотреть. Сейчас 7 круг, далее 8 петель. То бы там круг выезда еще один будет. И затем уже я вернусь с комментариями своими. Нафиг, наверное, никому не нужными. Афиг, конечно. Продолжение следует... 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 И... И... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поставлю... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...